друзья привет вы на следующем уроке из урок называется контент и бесплатный трафик и вас приветствует хабир сулейманов можете подписаться и так друзья сегодня тема контент и бесплатный трафик многие наверное из вас слышали про умную ленту что такое умная лента и так далее вы знаете сейчас алгоритмы инстаграма изменились я думаю алгоритмы всех соц сетей уже изменились их со временем поджимают поджимать вот так вот закручивают и раньше вот умная лента она так работала кто первый вот например выставил stories до или пост вот именно этот пусть или stories у вас в ленте появлялся то же самое вы выставили вот вы первые да и вот ваш пост он первый появляться у ваших друзей сейчас же алгоритмы работают вообще по-другому чем больше пользы вы даете этой соц сети тем больше людей видит ваш пост ваш рилс вашу ваши stories и так далее для чего вообще как думаете для чего созданы соцсети конечно же для того чтобы зарабатывать вы сами подумайте сейчас прям такой инсайд у вас должен быть как же меняется мир буквально 20 лет назад в начале там в конце 90 годов например 20-30 лет назад самыми богатыми людьми в мире были нефтяные магнаты арабские шейхи там и так далее а сейчас кто на самые богатые люди в мире те у кого есть есть соцсети у кого есть платформы марк сукерберг у него фейсбук джекма у него алиэкспресс да джев бэзос у него amazon маркетплейс амазон татьяна бакальчук у него ван борис и так далее все кто обладают владеют какими-нибудь маркетплейсами соцсетями именно они самые богатые люди в мире сейчас вот насколько мир изменился так вот вот эти соцсети они все конкурируют между собой и вот умная лента показывает теперь ваш ваш пост релиз или stories только семи там до от 7 до 12 процентов ваших подписчиков или ваших друзей представляете насколько сузилась да и чем больше вы удерживаете внимание ваших подписчиков друзей именно в этой соцсети например если вы в контакте то именно в контакте если вы в инстаграме то именно в инстаграмы инстаграме вы удерживаете внимание этих людей именно в этой соцсети благодаря ваший мирно сам благодаря вашим постам благодаря вашим stories там то есть люди должны смотреть ваш ваш past ваш роз его организм ваши stories и оставаться именно в этой соцсети в соцсети например instagram или youtube там миссии мы на ютюбе то чем больше вот эти люди залипают на вашей странице, тем большим людям показывается ваш контент, ваши посты, ваши рилсы, ваши прямые эфиры и так далее. Поэтому надо, вот первое, надо создавать залипательный контент, чтобы люди постоянно лайки ставили, комментарии оставляли, делились вашими постами и проявляли активность именно на вашей странице. Вот, надо создавать залипательный контент. Второе, создавать красивый и структурированный контент. По правилам маркетинга уже я рассказывал, да, и вот маркетинг, он должен превращать холодную аудиторию в лояльную. Вот суцсеть показывает ваш контент даже незнакомым людям, и они со временем должны получать пользу от вас, именно пользу, не важно какую, материальную пользу, духовную пользу, психологическую пользу, и они со временем должны переходить в теплую аудиторию. И как это достигается? Например, с помощью полезно продающих постов. И вот в этом видео я вам буду объяснять, как делать бесплатный трафик. Это когда вы не вкладываете ни рубля, а каждый день у вас идут заявки на консультацию. Всегда начинайте с бесплатного трафика, потому что это вам помогает определить, на что реагирует ваша аудитория. И плюс новички должны их освоить, потому что не все готовы к бесплатной рекламе. Надо сначала начать зарабатывать, чтобы потом вот эти деньги вкладывать в платный трафик. Итак, полезно продающие посты. Это посты, которые объединяют пользу и продажу, то есть два в одном. Какая должна быть структура полезно продающих постов? Должна быть проблема, заголовок, и вот этот заголовок он должен прям сразу же цеплять человека, который прочитал этот заголовок. Буквально за 2-3 секунды человек принимает решение, читать ваш пост дальше или нет. Буквально 2-3 секунды и все. И поэтому этот заголовок он должен быть цепляющим. Человек должен зайти на ваш пост и потом первый заголовок должен быть цепляющим, второе, вот там должна быть актуальная для него проблема. Для него проблема должна быть актуальной. И потом в конце вы должны давать решение этой проблемы. Вот это прям, вот это такая вот обычная, стандартная, но правильная структура постов. И вот так вот вы нативно продаете, то есть не впариваете, а именно нативно продаете людям. Так скажем, даете и пользу, и результат, и пользу, и продажу. Итак, какие бывают способы бесплатного трафика? Первое, это лайки. Как бы банально это не звучало, но люди всегда любопытные и они всегда смотрят, кто же им поставил лайк. Но, знаете, вот перед тем, как вот этим всеми бесплатным способом трафика пользоваться, да, вы обязательно должны сначала упаковать свой профиль. Обязательно должны упаковать. Это было в предыдущем видео. Обязательно сначала упакуйте, потому что человек заходит, вот посмотрел, да, кто поставил лайк и заходит к вам на страницу. И он, вот этот человек, он или она, должны там получить для себя пользу, чтобы они подписались к вам на страницу, понимаете, да. Поэтому лайки очень даже такой действенный метод. И когда вы ставите лайки в сторис там, не важно куда, на посты, прямые эфиры, то люди смотрят, кто им поставил лайк и заходит к вам на страницу. Так что обязательно упаковывайте сначала ваш профиль. Второй вирусный пост. Очень даже мне нравится вот этот вариант, потому что очень он у меня круто работает ВКонтакте. У меня там 20-30 человек делятся моими постами. И вот здесь вы, знаете, должны давать конкретную пользу, например, чек-лист, PDF-книжка, консультация бесплатная за то, что ваши друзья или подписчики делают репост вашего поста, вашего прямого эфира, вашего рилс. Именно делают репост к себе на страницу. Когда они делают репост к себе на страницу, то ихние люди, ихние друзья, ихние подписчики видят ваш пост и переходят к вам на страницу. Поэтому вот вирусный пост, он очень даже такой действенный. Обязательно его используйте. У вас должно быть много полезных PDF-книжек, чек-листов там и так далее. Подписка точно так же работает, как и лайки. Вам надо сначала упаковать в ваш профиль. Итак, партизанский маркетинг. Очень крутой бесплатный способ. Путем комментариев на страницах лидеров мнений вы получаете к себе аудиторию. Конечно, комментарии не должны быть такие, например, «О, да, я знаю улучшение этой проблемы, переходи ко мне на страницу». Нет, не должно быть такой продажи в лоб. А, например, смотрите, например, какой-нибудь лидер мнений выставил пост про маркетинг, про трафик, про продажи и так далее. А вы берете, например, там выкладываете такой комментарий. «О, странно, а что, обязательно надо прям столько тратить на рекламу?» Я думал, или я думал уже, например, я думал, что бот-авторонка очень круто помогает. Мне, например, помогает. Все. Оставлю такой комментарий. Человек видит, читает этот комментарий. Бот-авторонка помогает при маркетинге. «О, ну-ка, перейду-ка к нему на страницу, переходит к вам на страницу и попадает к вам в бот-авторонку, как у меня. И проходит по этой воронке, прогревается и вам оставляет комментарий. «Хочу там в команду, например». Пятый вариант – бартер. Вы находите таких же бугеров, как вы, у которых немного подписчиков, например, 7-10 тысяч, и договариваете с ними по бартеру рекламировать друг друга. Вы ему даете свой продукт, а этот блогер за ваш продукт, например, рекламирует вас в своем блоге. Кстати, вот здесь, смотрите, если вы ставите сторисы, то обязательно смотрите. Просмотры сторисов должны быть хотя бы там, если, например, у него 10 тысяч подписчиков, да, у этого блогера, то просмотры сторисов должны быть хотя бы там 3-4 тысячи просмотров сторис. Если сторисы просматривает 200-300 человек, то не надо. Бартер обменивается с этим человеком. Так, шестой способ. Бесконечный список. Да, техника бесконечного списка, он реально работает, вот этот способ. Потому что вот в вашем списке это в основном ваши друзья, знакомые, может, даже родственники. И они вам доверяют, они понимают, что вы их не кинете. Может быть, можете предложить какой-то, может быть, не особо проверенный продукт, да, но у вас нет намерения их кинуть. Поэтому этот вариант очень круто работает, если, конечно, вы умеете убеждать и продавать. И далее, вот смотрите, вот эти бесплатные методы трафика, да, 6, 7, 8, 10 бесплатных методов, они вам уже принесут заявки. И если вы умеете обрабатывать, уже вы сделали к себе бот-авторонку, как я, например, то у вас будут продажи, и тогда вы уже начнёте зарабатывать, вот эти деньги надо вкладывать уже в платный трафик. Тогда вот происходит обязательно масштабирование. И когда вы уже применили вот эти бесплатные методы трафика, вы уже знаете свою аудиторию, знаете, какой контент им давать, уже знаете, как свои 5 пальцев. И тогда уже точно надо подключать рекламу, и тогда вы будете получать уже больше заявок, 10-20 заявок в день уже. Тогда вам, конечно, надо уже команду расширять, можно даже отдел продаж нанимать. Ну, дай бог вам такой успех. И после этого вы настраиваете чат-ботов, которые вместо вас общаются и ведут по воронке. Люди саморегистрируются, либо пишут, что хотят зарегистрироваться к вам в команду, или хотят прийти к вам на бесплатную консультацию. Вот такая вот крутейшая перспектива. Можете подписаться ко мне на соцсети, на Instagram, Telegram. И до встречи до следующего урока.